По время новогодних каникул в Хабаровском крае пройдет почти 2500 праздничных мероприятий. Это утренники, спектакли, концерты, спортивные мероприятия и уличные гуляния. Новый год в нашей стране празднуют с размахом. Чтобы этот самый размах был исключительно в мирном русле и для защиты населения от любых видов возможных угроз, правоохранительные органы и экстренные службы традиционно переходят на усиленный режим работы. В эти дни, в дневногоогодних выходных, на дежурство заступят свыше 1700 сотрудников органов внутренних дел. Им помогут бойцы Росгвардии, дружинники, сотрудники ЧОПов. Они возьмут под контроль все места, где будут проходить массовые гуляния. Охранять покой граждан во время каникул будут также сотрудники ФСБ и МЧС. Особое внимание уделяется охране транспортных объектов. В праздничные дни в аэропортах, вокзалах, автовокзалах ожидается большое скопление пассажиров. А накануне Рождества под контролем будут все места проведения церковных богослужений. Плотность уличных полицейских нарядов, дежурящих на улице в городах и поселках края в праздничные дни, увеличат сразу на 25%. А ГИБДД выставят дополнительные посты на дорогах. Об охране общественного порядка в праздничные дни мы попросили рассказать нашего гостя в студии Сергея Мироненко, заместитель начальника управления Организации охраны общественного порядка МВД России по Хабаровскому краю. Сергей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, отмечается ли в предновогодние дни и каникулы рост числа правонарушений, различных происшествий? Если да, то какие наиболее типичны? Действительно, в период новогодних праздников, как вы сказали, отмечается, конечно, значительное количество поступающих сообщений в органы внутренних дел. Что касается предпраздничных дней, то динамика носит обычный характер, а основной пик сообщений приходится на 1-3 января. Даже по статистике 31 декабря мы фиксируем меньшее количество поступающих сообщений о происшествиях, преступлениях, чем в обычные дни в предшествующие декабря. А вот с 1 по 3 начинается самый пик. Вот в прошлом году, 1 января, в органы внутренних дел поступило свыше 1200 сообщений, когда 31 декабря мы зафиксировали 600 сообщений. А что это за сообщения? За сообщения различного характера, более 60% сообщений это все-таки носят бытовой характер, но основные, типичные, это мелкое хулиганство, появление распития в состоянии, появление в общественном месте состояния опьянения, побои. То есть основная масса все-таки носит бытовой характер. Что касается грабежей, случаются ли они? Они случаются, но они носят единичный характер, принимаются все необходимые меры по их раскрытию, задержанию лиц, их совершивших, потому что во всех местах массового отдыха, скопления граждан будут, как вы уже отметили, выставлены дополнительные силы правопорядка, экипажи. Как правило, речь идет именно о мелких нарушениях, тяжелых каких-то преступлений, как правило, не совершаются в первые дни нового года. Вот. 31 декабря в прошлом году было зафиксировано 13 преступлений. Как в обычные дни, в предпраздничные дни мы фиксируем от 30 до 50 преступлений. То есть я думаю, что, исходя из нашего менталитета, граждане все-таки планируют Новый год, начать с чего-то хорошего и доброго. Сергей Сергеевич, а вот хотелось бы более подробно узнать, как будет организована охрана общественного порядка на улицах города во время праздничных и предпраздничных дней? Значит, традиционно у нас основная масса праздничных мероприятий пройдет в городах, в районных центрах, где пройдет более 2000 массовых мероприятий. Значит, будут привлечены у нас к охране общественного порядка и сотрудники органов внутренних дел, и сотрудники управления Росгвардии, и военнослужащие Восточного округа, войск Национальной гвардии, общественные формирования правоохранительной направленности. Дополнительно пройдет более полутора тысяч детских мероприятий, это утренники, концерты на объектах культуры и иной социальной инфраструктуры. Значит, в обязательном порядке на всех этих объектах также будут дежурить сотрудники органов внутренних дел. Дополнительно мы все эти объекты обследуем на предмет обнаружения посторонних предметов с привлечением всех имеющихся сил и средств, в том числе и кинологических. Ну вот одно дело, центр города, да, другое дело, там, те же вот утренники, да, объекты, где проводятся вот различные мероприятия, понятно дело, транспортные какие-то объекты, крупные аэропорты, вокзалы. Что касается патрулирования в районах, вот здесь как будет организована работа? Силы и средства, которые у нас ежедневно задействуются на патрулирование, они будут нести службу в том же режиме. То есть по тем же маршрутам патрулирования, которые были определены им изначально. Просто по местам с массовым пребыванием граждан выставляются дополнительные усиленные наряды. Дополнительно к тем, которые уже определены по нашим планам задействования. Ну вот все-таки Новый год это праздник, и понятное дело, что люди будут выпивать. И в разной степени, так скажем, в околе опьянения будут находиться люди. И вот те, которые не смогут самостоятельно уже добраться до своего дома, как с ними будут поступать сотрудники полиции? И человек же все-таки может стать жертвой преступлений или просто даже замерзнуть. Это правильно, потому что человек в состоянии опьянения зачастую становится объектом преступных посягательств. Но алгоритм работы с данной категорией граждан у нас уже давно определен. Правильно вы сказали, есть разные степени опьянения. Так вот с теми гражданами, кто у нас находится уже в тяжелой степени опьянения, да, либо состоянии алкогольной комы, да, то эти граждане будут у нас передаваться медицинским работникам для оказания им уже медицинской помощи в стационарных условиях. Потому что привлекать гражданина к административной ответственности просто не представится возможным, и человек фактически не осознает, что происходит. Ну вот также отдельная проблема, это когда хулиганы портят новогодние городки, скульптуры ледовые и так далее. Как здесь поступать будет полиция, будет ли какое-то дежурство проводиться? Как правило, все у нас ледовые городки, все эти фигуры находятся в центральной части города, да, в районных центрах. Значит, сотрудники полиции. Ну, прежде всего, все эти действия совершаются, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому сотрудники полиции будут расценивать эти действия, как мелкое хулиганство, будут задерживать, доставлять в органы внутренних дел и принимать соответствующие меры. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое. Пускай у нас в новом году, в наступающем, будет как можно меньше таких вот разных неприятных событий и преступлений. Спасибо. Поздравляем вас с наступающим новым годом, кстати. Вас тоже. На студии был Сергей Мироненко, заместитель начальника управления Организации охраны общественного порядка УМВД России по Хабаровскому краю.